Микс Ньюз Лайф Ис Гуд Люблю Лайф Ис Гуд Приятно слышать и всегда уместно сказать Теперь каждую среду в 10.00 Мы говорим вам Люблю В нашей новой передаче Люблю Лайф На Радио Болтком И еще раз добрый день, доброе утро Всем слушателям Радио Болтком Олег Пек в студии, со мной Главный редактор журнала Люблю И Навинам, доброе утро И еще у нас на связи Так долго мы устанавливали эту связь Очень рады, что можем и видеть и слышать Руководителя директора театра Рижского русского театра Нашего любимого Михаила Чехова Дану Бьорк, доброе утро Доброе утро Как приятно, вот я смотрю Олег, на Дану Которая находится в поле Шикарно выглядит, улыбается Такое солнце, фантастика И мы тут в студии И вместе с тем Кто в кадре там у нас еще? О, боже, какая прекрасная А кто? Данечка, расскажите, пожалуйста Кто это с вами в кадре у нас? В кадре В кадре со мной мой конь Любимый Сейчас я приехала по дороге на работу Заехала к гостю Поухаживать за ним Пообщаться и по пути направляюсь в театр А как зовут красавца? Его зовут Ананас Очень звучно есть Ананас Какая прелесть Супер, супер Очень красивый Фраза Я по дороге на работу Дана, что кроется За этой волшебной фразой? Может быть, вы уже порадуете нас Которые скучают по театру Сидят по домам Не знают вообще Что делать От тоски По своим любимым актерам По вам Что происходит нового у вас? Вы одушевите нас как-нибудь? Да, все происходит 29-го Нет, 31-го мая Мы закрываем театральный сезон О! Но в этот период Мы уже создали много онлайн-рубрик разных Но то, что касается спектаклей То сейчас, 29-го мая У нас будет премьера онлайн-спектакля Черновик По пьесе Сергея Уханова Режиссер Владислав Наставшев Этот спектакль мы будем играть Каждый раз Вживую Это не запись, а живой спектакль Он сделан Именно в этих обстоятельствах Чрезвычайной ситуации Поэтому в нем Много юмора, который связан С ситуацией, в которой мы сегодня живем То, что касается Премьер на будущее Сейчас мы репетируем Это случилось в ВИШИ Сергея Анатольевич Голомазов Режиссер Пытаемся строить планы на будущее Но, конечно же, как и все театры Мы зависим от того Какие меры предосторожности Мы должны будем соблюдать И когда мы сможем начать свою работу Уже в стандартном режиме Пока что мы тоже находимся В таком режиме ожидания Но внутри театра Работа бурлит Бурлит, бурлит, бурлит Если что-то изменится в лучшую сторону То уже этим летом в июле Мы сможем показывать Спектакли малых форм Но это, опять-таки, все зависит От количества людей На которых можно или нельзя Будет играть спектакли А сколько это должно быть людей? Сколько должно быть людей Чтобы было театру Чтобы зол открыли Малые хотя бы Минимум 60 людей Должно быть разрешено Быть в одном помещении Когда мы можем Спектакли малых площадок Перенести на большую сцену И организовать дистанцию Два на два метра Друг от друга И по-любому Это могут быть только моноспектакли Или спектакли Где актеры Тоже не подходят друг к другу Ближе, чем на два метра Поэтому тоже Фантастика Под эти условия Ну, понятно Космаза, каловата Руки сжать мы не можем Даже на сцене Ничего себе Ничего себе Вот это Да, Дана Мы тут прям под впечатлением Честно говоря Я не ожидала Получается, что Отелло Дездемону Как-то должен стрелять Из пистолета, да? Ну, вот или обыгрывать Это очень нестандартным способом На что, наверное, театры не пойдут Или ждать, пока нам разрешат работать Но у нас сейчас закончилась Очень красивая акция Вот в этом онлайн-режиме Мы решили Быть талантливыми Не только на сцене Но и своими руками Создать интересные вещи И в воскресенье Закончился Благотворительный аукцион Сотрудничество с галерей Биркенхелдс И мы собрали деньги 920 евро И пожертвовали их Обществу Полы Играть не вымяки Животным И мы собрали это Посредством наших актеров Сотрудников театра Которые в этом онлайн-режиме С твоими руками Сотворили чудесные вещи Книжки для детей Пуклы Какие-то интересные акции Вот это тоже одна из новостей Которая сейчас была Очень актуальна нам И мы это продолжим И следующий аукцион Мы сделаем на Рождество Кому пойдут эти пожертвования Мы еще подумаем Во время карантина Я следила в соцсетях И вы И актеры театра Радовали нас Ну хотя бы Какими-то выходами Пели песни Показывали Какие-то частички Своей Внутренней жизни Кусочки репетиции Или занятия какие-то Очень интересно было наблюдать И я вот хочу спросить Как вы общались Когда Ну было абсолютно Ну как бы запрещено Встречаться на работе Я так понимаю Что все актеры Разошлись по домам Или все-таки были какие-то Ну я не знаю Репетиции Или что-то похожее на это Как этот процесс происходит Ну мы репетировали Через зум-платформу Онлайн Встречаться мы не встречались Мы работали административно Все, кто приходил По одному Одному или по два человека Не пересекаясь Между собой в помещении Ничего необычного Так же как и все Сейчас это уже звучит Почти как будто нормально Хотя если вдуматься Что же Да-да-да Что же в этом нормально А вот вы сказали Что будет премьера спектакля В зуме онлайн Да, но что это за чудо такое Расскажите Я не очень понимаю Если честно Я тоже Да Владислав Наставшев сам выбрал Эту пьесу Потому что ему показалось Что она злободневная И она очень подходит Именно для зум-платформы Где актеры могут Не жать друг другу руку Не целоваться Не обниматься И эта атмосфера зума Которой привыкли сейчас Очень много людей Общению через экраны Мы создали такой спектакль Пьесу По драматургии Сергея Уханова Черновик Она очень многогранная Там встречаются Разные миры И ушедшие когда-то люди Призраки И живущие сегодня И разные столения Она такая многогранная Многоэтапная Абсолютный абсурд Абсурдить пьесу Но много юмора Это, конечно, спасает Спектакль будет идти Всего один час Очень динамичный Современный Мысль глубокая Смешная И печальная Одновременно Все, что я могу сейчас сказать Нужно подключаться И смотреть Билеты абсолютно По дружеской цене Таких демократических цен Еще не было Всего 6 евро За один линк Через Безерин ДСЛВ Нужно покупать билет И за 6 евро Этот спектакль Может смотреть Вся семья Все родственники А, то есть Оплачиваешь билет 6 евро Это один гаджет Да? Да, один гаджет На одном гаджете Собирайтесь хоть Ну, любой компании Можно же собраться Любой компании Которые будут Поблести правила Предостороннего Понятно, да В современной диспекции Да Поэтому это Очень выгодное Предложение С точки зрения И творческой И финансовой составляющей Поэтому Я так понимаю Что этот спектакль Каждый раз Будет играться Заново То есть Вживую Да Да Это нужно Очень важно Отмечить Потому что Многие нам звонят И спрашивают А вы один раз Играете А потом запишите Будете продавать Не в коем случае Нет Это абсолютно Вживую Каждый спектакль Уникален Мы играем Как на сцене В принципе Мы на сцене Будем играть Только зритель Будет находиться По другую сторону Экрана А Вот тут Я тоже Хотела спросить Дана А это не моноспектакль Будет несколько актеров Задействованы Нет У нас Тот актера Мы находимся В помещениях театра Каждый в своей комнате О Закрыт Друг от друга Общаемся Через экран Ведем спектакль Каждый через свой компьютер И у меня Сидящие перед экраном Будут Тогда Получается Вот эти четыре Зумовские окошка Да Зритель будет подключен С невозможностью Как-либо Участвовать Своим лицом Голосом Или Зритель останется Зрителем Перед началом Трансляции Там будет Целая инструкция Проведена Каждому зрителю Как облегчить Себе просмотр И чувствовать Себе комфортно Поэтому это тоже Все продумано И Поэтому надеемся Что Премьера нового жанра Которая за 137 лет Еще Небывалая Для нас Стоит Существом А как же Аплодисменты Как же Вот Да Кстати Я подумала Ну ладно Три звонка Ну как-то мы себе Ну допустим В комнате Организуем Там и шампанское Перед спектаклем А как мы вас Отблагодарим Вот аплодисменты Ну хорошо Виртуальные цветы Куда-нибудь Как-нибудь Рисуночки Не будет присутствия Зрителя Никакой возможности Да А у нас сорвался К сожалению Звонок На самом деле На самом интересном месте Да Мы не узнали Только мы хотели поговорить О нашей благодарности Об обратной связи Артистам Да И директору Который в такие Неожиданные Пускаются Авантюры С ананасом Да Но я думаю Наверное Это будет По меньшей мере Что-то очень интересное Четыре окошка Но во всяком случае Такого не было Да Она права За 137 лет существования Русского театра Такого конечно не было Чего только сейчас не увидишь Я пока шел карантин Конечно дома Пыталась смотреть Постановки Которые Ну в большом количестве Выкладывали театры Но У меня такие смешанные чувства Все-таки Ну не знаю Опера Вживую И опера В трансляции Даже Ну при очень хорошем Допустим экране Даже если выводишь Ну на телевизор А не смотришь В окошко компьютера Очень разные вещи И я Очень много обсуждала С людьми Которые говорят Что это что-то другое Но это не хуже У нас да Она появилась Да По-моему появилась Алло Нет Появилась и пропала Ну как только появится Все-таки будем продолжать разговор И я вот думаю Может быть мы К радиослушателям обратимся Если вы Хотите и можете Поделиться с нами Тем Какой вы приобрели опыт За время Вот чрезвычайной ситуации Наших карантинных этих мер А Алло Да-да-да Дана Да Слушаю Давайте говорить пока Отлично Да мы говорили Вот об обратной связи Возможно ли будет Ну вот как-то включить Чтобы мы Хотя бы аплодисменты Могли услышать артисты По окончанию спектакля Этот вопрос Сегодня задам режиссеру спектакля Владиславу Наставшему Ой спасибо Пусть это будет от нас вопрос Потому что Мне кажется Это очень важно У нас не будет на пресс-конференции А кстати пресс-конференция будет Онлайн или вживую? Сегодня в 12 У нас будет пресс-конференция До 15 человек Будут быть вживую А все остальные Будут через зум Так что список Уже тех Кто приходит вживую Уже заполнен Ну а зум-платформа Предполагает Безгранное количество Психителей Этой пресс-конференции Прекрасные реалии Новой жизни Да Пожалуйста Даже если вам Не посчастливится Вот воочию Увидеть Тех по кому соскучился Ну в зуме пожалуйста Присоединяйся Смотри Так же как Мы вот Наблюдаем вас Стоящий в поле Нам очень приятно Ну по крайней мере Хотя бы так можно пообщаться Дана скажите У меня еще такой вопрос Репетиции Все тоже в зуме проходили То есть как пришла идея Вот это Сделать Вот такой Своеобразный спектакль Кто может быть Проявил эту инициативу Что хотя бы в двух словах Как вообще родилась Такая мысль Абсолютный инициатор Идея Убислав Наставшев Который буквально 13 марта закрылся театр 14 марта И каждый раз спектакль Будет транслироваться И на Россию И в Латвии Так что одновременно Этот спектакль Будут смотреть Очень большое количество людей Затрагивающие Россию А актеры Актеры Нашего театра Нашего Нашего Конечно Еще Очень приятная новость Те зрители Которые помнят Дарью Подоляку Дарью Фечину Да Она вернулась на сцену И в этом спектакле Будет играть В двух составах С Ироникой Плотниковой Это приятно Но вот закончится 31 мая Получается сезон Такой Короткий буквально А когда Планируется Возобновление То есть Есть ли какие-то планы Уже на осень Или может быть Даже еще на лето Планов много Планов очень много Но я возвращаюсь К тому Что мы все ждем Дату Когда нам Разрешат работать Мы ничего не можем сделать Планов миллион А мы зависим Полностью От решений Государства Абсолютно все Все и театры И кафе И рестораны И кино Все Мы все в одной лодке Вот Сидим и ждем Да У меня есть еще Тоже вот такое Скажите Дана А каким-то образом Получают ли Актеры И другие работники Театра Тех кого не видят Зрители Кто находится За сценой Но тоже совершает Огромную Важную Полезную работу Какую-то помощь То есть Ну как вообще Происходят Вот эти вот Три месяца Жизни Людей Которые Ну и рады Прийти бы на работу Да вот Обстоятельства Не пускают Ну хорошая новость В том Что В нашем театре Все штатные места Сохранены Люди Продолжают Числиться на работе Хоть физически Не работают Многие Получают Зарплату Зарплату Мы пошли Навстречу Друг другу И чтобы Сохранить Все рабочие места Коллектив Также пошел На двустороннее Сограшение Так как Понизить ставку И с этим Немножко Понизилась Зарплата Но она есть И это Хорошая новость Да Хоть это не миллионные Не Люди не купаются В деньгах Но На что жить Есть Это хорошая новость Театр Как бы сказать Сделал все возможное На данный момент Чтобы не расстаться Ни с кем Из сотрудников Ой это правда Очень хорошая новость В свете того Что мы слышим От других предприятий Что так и продолжится Да Но это все зависит Опять таки От того Насколько долго Продлится Эта ситуация Пока Тут держимся Я подняла вас Мы очень рвемся К вам И тоже страдаем От того Что нас Зрители Не пускают А вот этот Фестиваль Точка доступа Это Каким образом Удалось Как-то вот Это сотрудничество Организовать И как Например Ну вот Российский опыт Там тоже я понимаю Такая же наверное Проблема и ситуация Ну да У них же тоже карантин На связь Через Владислава Наставшего Точка доступа Вышла на нас сами Буквально Полчаса разговора Мы сошлись Во мнении Что сотрудничать нужно И все И пошли сотрудничать Прекрасно Начинается с интересом Но опять Главным Связующим элементом Стал Владислав Наставшев Потому что Я так понимаю Что у него Был уже опыт Работы В фестивале Мы с ребятами Которые Этот фестиваль Организовывают Поэтому Степень доверия Высокая Изначально Поэтому никаких Трудностей В начале сотрудничества Не возникало И надеюсь Что будет Благотворным И долгим Это сотрудничать То есть получается Латвийский театр Латвийский театр Для российского Зрителя Достаточно Привлекателен Интересен Вызывает интерес Да Большой интерес Мы откроем Фестиваль Мы сделали Да Там Была техническая проблема Что мы хотели Выпускать спектакль В апреле Но Точка доступа Фестиваль летний Они по-моему То ли в конце июня То ли в начале июля Обычно делают Фестиваль И мы пошли на компромисс И сделали Под самый-самый Конец сезона Премьеру спектакля Чтобы Ну чтобы Войти Войти в программу Фестиваля Быть первыми Открывателями Как бы Довольно Быстрыми Вот Но быть внутри Поэтому да Это тоже показатель Что Нас очень хотят И Нас любят Уважают Это приятно Каким образом Приобретаются билеты На этот спектакль Настолько удобного способа Наверное Нигде больше не найти Вы заходите Или на наш сайт mct.lv Находите спектакль Черновик Покупаете билет На одну кнопочку Нажимаете И все Или заходите На Bezerindes.lv Находите спектакль Черновик В поисковике Малрак И опять Покупаете билет Он присылает Ссылку После покупки Как бы билета На ваш мейл Присылается ссылка С подробным описанием Того Что нужно будет сделать В день спектакля Действительно Это элементарно Включаем ссылку И смотрим Да Дана Как вы примерно Прогнозируете Какое количество Людей придет На спектакль То есть Платформа может принять Какое количество Зрителей Есть ограничения Или нет Мы сделали Ограничение До 500 На один показ Чтобы Сеть Нас не подводила Технически Нагрузка Была огромнейшая Вот Насколько людей Посмотрит Знаете Это абсолютно Непрогнозируемо Линк может быть Куплен один А посмотреть Может быть 50 человек Ну да Ну любопытно Потом Как нибудь Действительно То ли опрос провести То ли где-то В соцсети забросить Чтобы хотя бы Примерно представлять Какое количество Людей Посмотрели Спектакль Ну да Ну посмотрим Будет ли у нас Сила на то Чтобы просто Ради интереса Выяснить Но мы Не жадные Мы рады Чем больше Людей посмотрят Тем мы в принципе Будем довольны Потому что Это не коммерческий проект Это абсолютно Творческий проект Спектакль Вот И нужно просто Предупредить зрителей Что Этот линк Нельзя пересылать Он будет работать Только на одном гаджете Только на одном Компьютере Телефоне Или айпаде Переслать его И надеяться Что он откроется На другом устройстве Не нужно Он не откроется Понятно То есть он открывается На том устройстве С которого Была совершена покупка Правильно? Нет-нет Не обязательно Он откроется На том устройстве Который открывает Его первым Наверное Да Который открыл Его первым Все понятно Да Вот И все Как только заработал Линк Он работает только здесь Ну да То есть Это тоже удобно Потому что Человек может Совершить покупку С одного устройства А смотреть А смотреть уже дома Допустим На компьютере А покупать с телефона Ну скажем Какого-то Конечно У многих есть Замечательные возможности С компьютера Переводить на большой экран С любого-то Ну дома Большие экраны Да-да-да Вот о чем я и говорю Можно же Целый кинозал устроить Ну то есть Собраться всей семьей Не выходя из дома Да Да Что-то такое Ну я думаю Что это будет Очень интересный Прекрасный опыт Я в ваших рядах Вот ожидаю уже Как это все будет Да Вот прям От всего сердца Желаю Чтобы Конечно Новые формы Все хорошо Все здорово Вот Всеми руками за Но очень хочется Вернуться Старым дедовским способом Еще Да Очень хочется Вернуться К старым способам Поверьте Каждый из нас Абсолютно поддерживает В этом желании Трудно приходить в театр Но не иметь Возможности Обняться с коллегой Будем верить В то Что это скоро Закончится Ну вот По крайней мере Знаете Нам очень приятно Смотреть на то Что Вы вот Стоите в поле Можете обнять Ананасы Слушайте Ну это же Тоже большое счастье Представляю Какой заряд энергии Получаешь От такого Шикарного Красавца Великолепного Скакуна Да Правда Спасибо вам большое Спасибо большое Дана За то Что вышли к нам Навстречу Удачи вам На пресс-конференции Ну и До встречи В зуме Как сейчас Модно говорить До встречи Будет приятно Вас ощутить По ту сторону Экрана Всем большое До свидания До свидания Ну вот Такой действительно Интересный Будет опыт Будет опыт Для театралов Удивительно Устроить Это просто Удивительно Самим себе Буфет устроить Но с другой стороны Сидишь и не боишься Шуршать бумажкой Шоколадкой Никто не шикнет Никто не шикнет Если у кого-то Был опыт Может быть Вы нам Позвоните Расскажите Смотрели ли вы Спектакли Оперу Слушали ли вы Концерты Во время Карантина На каких-то Других платформах На экранах Какие были Ваши впечатления Что вы вообще Думаете о том Чтобы искусство Перешло Из реальных Помещений Которым мы привыкли Как ты говоришь Старым дедовским методом Потребляли искусство В какие-то Новые формы Вот я честно скажу Я попробовала Но мне так себе Мне больше нравится Вот по старинке Когда оркестр Когда люди живые Ну Еще есть Просто действительно Проблема в том Что очень много Было сначала Такого Бесплатного Развлекательного Контента Как-то уже народ Прямо Разбаловался Мне кажется Да-да-да Когда вдруг Выяснилось Что и Ласкало Пожалуйста Да И Ковенгарден Пожалуйста И Большой театр Пожалуйста Не говоря уже О всех наших И Латвийской оперы Все же Стали открывать Свои архивы Показывать Эти спектакли Вот И то Что поначалу Было в диковинку Ну и в новинку Как бы Да Это свежо Любопытно Ну вот Как-то Не знаю Мне кажется Роскошь Вот такого Живого Живого общения Заменить Трудно И вместе И вместе с тем Это не кино Вот Когда Народ Массово Бросился Скачивать Сериалы И смотреть Фильмы Вот тут У меня Нет никакого Как бы Дискомфорта Дисбаланса Да Это очень понятно Очень здорово Я сама Пересмотрела Кучу сериалов Которые Ну В обычной жизни Там руки не доходят Да Это классно Действительно Ну Хотя Вот тоже Сериал Если сравнивать Вот Если сериал Ставится по книге Да То тогда Вот как говорила Мы же Дожевывая кинопленку А книга была Лучше Да Очень Как раз таки В свежем номере Вот журнала Люблю Вот да Мы тоже упомянули Как раз Скандал С Зулихой Сериалом Который Прошел По Каналу Россия И Все таки Вот Многие Отмечали Что книга Им понравилась Больше Хотя Сериал Сделан И качественно И прекрасные Актеры Но Но вместе с тем Почему-то Прилетело Всем От Зрителей Которые Очень резко Разделились На группы Те, кто Поддерживает Сериал И те Кто Сказал Что это Ужасно И там Все плохо И неправильно И Автор Написала Не так Как Надо И Очень Возмущались Татары За себя Обиделись На самом деле Я читал Очень интересную Рецепт Мысль Которая мне Показалась Глубокой Достаточно То, что Роман Несмотря на то, что Он не написан От первого лица Но тем не менее Он воспринимается Что Эта история Рассказана Как бы Глазами Зулихи Да, да Вот этой молодой Женщины И поэтому И поэтому Воспринимаются Вот эти все И страдания И быт татар И там Все остальное Как очень Как бы это сказать Личностное Ну какое-то переживание Которое может быть Правильно Может быть неправильно Может быть Каким-то искаженным Восприятием Но ты воспринимаешь Вот именно Она ничего не видела И не знала И может быть Вот когда приходит Там советская власть И начинает там Раскулачивать Для нее сначала Это кажется ужасом Но затем Вот мы в конце Романа понимаем Что в принципе А зато вот так бы Она прожила жизнь Забитая Забичкой Грубо говоря А так вдруг Для нее открылась Совершенно новая Другая вот возможность И одни двери закрылись Другие открылись А в фильме Когда Ну вот в этом сериале Когда это Преподносится еще С закадровым голосом С рассказом там Про какой-то статистики Там раскулачивания Которого не было Да, да, да Это воспринимается Не как Ну вот какая-то Объективная реальность А не как Вот какое-то переживание Не личное переживание Да, этой молодой девушке И поэтому Многим показалось Что вот эти оценки Которые даны Вот в этом сериале Они слишком резкие Может быть неправильные И вот какие-то Суждения Которые Так бы Ну да, ну Недалекая девушка Она там могла Вот что-то воспринимать Неправильно А здесь тебе подают Это вот как Так было И вот Это вот так Так и есть И вот в этом Проблема была То есть он потерял Какой-то вот Именно вот этот Личностный взгляд Сериал И он сразу же Стал мишенью людей Которые начали Выискивать в нем Вот блох И вот говорить Подключается Все было не так Все было намного лучше Вы вообще не понимаете Что вы тут Ну то есть вот Сталкиваются Надо сказать Что я тоже Читала книгу И посмотрела сериал У меня были Вопросы к сериалу Потому что Конечно на мой взгляд Его так Ну чересчур загламурили Конечно вот Люди пережившие Там зиму Брошенные В лесу Вот Которые потом Выходят Ну в каких-то Ну по крайней мере Ну вот Выглядящие Ну вот С красивыми белыми зубами Да Вот с расчесанными волосами Ну вот какие-то Такие вот нюансы Я не знаю Может это Женский глаз Обращает внимание Но это такой Диссонанс сразу Ну откуда там Как это все может Или Чупан Хаматова Она конечно Прекрасная актриса Да Но вместе с тем Все-таки Ну Это не ее Мне кажется Даже беда А это какие-то Нюансы Режиссерские уже Да Когда она Должна играть Очень юную девушку В начале фильма Потом Такую довольно взрослую Уже Пятидесяти с лишним Лет женщину В конце сериала Да При этом у нее Практически Одна и та же Прическа Все это время Одни и те же волосы В котором нет Там ни одного Седого волоска Ну вот Какие-то такие нюансы Ну вот Что-то они Перемудрили с этим Да Вот как-то Вот они Загламурили Ну на мой взгляд Ну вот обо всем Об этом можно прочитать Тем более Что все-таки Гузель Яхина Очень такая Ну талантливая писатель Она Находит каждый раз Какие-то такие Удивительные истории Вот читал и второй Ее роман Дети мои Тоже Очень глубокий Очень такой Трогающий За душу И мне кажется Что вот Ее Ну очень интересный Материал Который стоит Прочитать И заодно Посмотреть И сериал И прочесть Книгу И даже С точки зрения Такого Ну женского Вдохновения Потому что Изначально Гузель была Журналистом И пиарщиком В общем Наша коллега В какой-то момент Ну будущая уже Абсолютно взрослая Женщина Сорокалетняя Она ушла В писательство И надо сказать Что так ушла Что ее Уже самый первый роман Был переведен на 20 языков Ну как бы Это Прекрасная история успеха Ко всему Еще к этому Ее личная Интересно Ведь она сама рассказывала Когда была Вот на Болткоме Что она ведь задумывала Ну сначала Она писала это На курсах Сценарного мастерства Именно как сценарий Как сценарий сериала И она просто Представила себе Вот Чулпан Хаматову И пошла И пошла Вот рассказывать Эту историю Как бы ее глазами Вот от лица Чулпан Хаматовой И вот Потом Она просто переделала Этот сценарий В роман В роман А потом Все это обратно вернулось Обратно Такая вот Очень сложная Действительно Судьба И самое главное Что вот Дримкаст Вот все это Вот случилось Что Чулпан Хаматова И сыграла главную роль Да Да Ну вот Я думаю Что когда так много энергии В одном месте И безусловно Ее личное обаяние Вот сто процентов Она конечно Уникальная женщина Она мне тоже лично Очень нравится Вот Все должно было Вот так вот сложиться Как и сложилось А вот эти вот нюансы Которые уже Ну вот я говорю Стали раздирать этот сериал Говорит лишь о том Что на самом деле Успех случился Иначе бы не говорили Так много и так долго Ну на мой взгляд Вот Ну и хочется сказать Что тут про проклятие Клана Кеннеди Очень такой тоже Интересный материал Действительно пугающий Длинный большой материал Да Вот Потому что мы все знаем Что был застрелен Джон Кеннеди А затем буквально Через пару лет Через пять лет Был застрелен И его брат Младший брат Роберт Кеннеди И вот до сих пор Вот говорят Что вот Там теория заговора Там Ну это все Был убийца-одиночка Ну слушайте Вот убивают Сначала президента Причем убийцу Только арестовали Через несколько Буквально часов Его тут же убивают Он даже не дожил До суда ничего После чего Младший брат говорит Я пойду на выборы Тоже стану президентом Приезжает в отель Чтобы Ну прочитать Как бы Речь И тут же Убийцу снова убивают И спрашивают И вот спрашивают Ну как-то Вот не кажется ли вам Что человек Вот подскользнулся У полной ложек Точно ли это паранойя у нас Да Или вот Это что-то вот другое Как говорят Вот шел человек По улице Упал на ножик И так 10 раз Да-да-да 10 раз подряд Упал на ножик Ну наверное Не бывает такого Тем более Что тут Ну с другой стороны Остальные смерти Вот тоже Прямо такие Драматические Очень много Вот Членов клана Кеннеди Погибли При разных Обстоятельствах Ты знаешь У меня Срезонировало Когда вот я Планировала Этот материал В номер Что В очередной раз Вот сейчас Во время Эпидемии Коронавируса Погибает В очередной раз Молодая женщина С маленьким сыном Которые Вот просто Они поехали На лодке На собственной На байдарке За мячиком Который укатился В озеро В речку И тут же Их накрывает Они тонут Богатые люди Почему никто Не видит Никто не может Спасти Как это происходит В этой семье Это уму непостижимо Да Вот Почему действительно Постоянно Что-то такое Вот Такое ощущение Что вот Этот злой рок Про который Ну собственно говоря Материал Что это Ну не выдумка И Или вот самая Ну вот старинная Одна из девушек Меня тоже совершенно Потрясла эта история Которые сделали Экспериментальную Лоботомию Это вообще тоже Вот как можно было В 41 году То есть Ну когда еще Психиатрия Только-только Оформлялась И скажем Какие-то Дикие методы Ну не исследованные Абсолютно Ну вот действительно Девушка страдала От депрессии И семья подумала Ну тут вот рекомендуют Новое лекарство Давайте-ка мы попробуем Ну лоботомию Говорят Классная процедура Ну и все Она до конца Своей жизни Была овощем Я в связи с чем думаю Сейчас вот Идет Непонятная Неисследованная Болезнь Коронавирус Вот кто-то говорит О, а давайте сделаем Всем вот такие Прививки классные Говорят, что с ними здорово Что мы об этом знаем Куда они нас приведут Точно ли все с этим вирусом Так как нам рассказывают Или может быть там лет через 10-20 Мы узнаем Такие чудеса Про которые у нас сейчас не хватает Даже фантазии Подумать, что это с нами происходит Ну в общем есть о чем подумать Когда материальчик почитаешь Ну очень любопытно действительно Ну и героиня обложки Это все-таки тоже Агата Муценец Наша Родная, можно сказать Да Красавица наша Бедная Весь интернет сейчас Льет слезы Но надо сказать Что несмотря на то Что девушка она конечно Тоже такая Ну как бы с одной стороны С характером Да Красавица и умница С другой стороны Ну и на язык невоздержанная И все Но то что вот Товарищ Прилучный творит Фу Ну да Ну фу конечно Ну вот Даже если страшно достает Тебя жена И вообще она стала Какая-то не такая Ну послушайте Ну что это такое И все российское Феминистическое сообщество Которое встало на защиту Агаты Вот я душевно к ним присоединяюсь Потому что ну фу Нельзя себе позволять Такого поведения По отношению к жене В общем здесь мы тоже Рассматриваем этот конфликт С разных сторон И так и сяк крутим Потому что Есть естественно Подружки Которые на стороне Агаты Говорят Фу 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 Какой значит он Противный Прилучный Несмотря на то что Нет он конечно звезда И денег у него много И все здорово Но зачем же с таким Нехорошим человеком жить С другой стороны И у Прилучного Есть друзья Которые говорят Боже мой Истеричка Фу 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 Зачем ее держать в доме Такую безобразную Выгнать надо эту жену Ну вообще все как у людей Олег Ну да Богатые тоже плачут Да 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 Совершенно верно Просто раньше Понимаешь Они плакали Как-то так Не очень заметно Для нас Зрителей И публики Ну за закрытыми Дверями Замков Вилл А сейчас заходишь В инстаграм Ну они тебе Все рассказывают Тебя Агата Пожалуйста Показывает Всю жизнь Всю изнанку Богатой жизни И лестницу И синяки Свои Новых собак И старых детей Ох На самом деле У нас время пробежало Очень быстро Люблю Лайф Это была программа С журналом Люблю Спасибо большое Инна Авина была в студии До встречи Следующую среду